Саламастар Маккур Метте от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня эфир будет посвящен работе нашего правительства и, собственно, так называемого президента Хасмужмар Токаева. Но вы видите, что Хасмужмар Токаев никак не выходит в ежедневном формате в эфир. Вообще я что-то не видел ни одного эфира и объяснений экономической политики со стороны премьер-министра Асхара Мамина. Но и вот сегодня появился министр здравоохранения Бертанов. Но правда не работает как-то в формате, что заранее просит, чтобы ему вопросы озвучивали, и чтобы люди видели эти вопросы открытый, прозрачный, допустим, на его Facebook, Instagram, собственно, как я обычно делаю. Вообще вы видите, что наши требования, чтобы члены правительства выходили и рассказывали о текущей ситуации в стране, ну как-то воздействуют. Ну всегда у них же, знаете, мы вот требуем 50 тысяч, 7 выплатить, а не 42 тысячи кому-то частями. Все время через пень-колоду, хоть по чуть-чуть, но двигаются. Ну вот сегодня появился Бертанов, вопрос отключил, он вышел в Instagram, и никто ему не может вопросы задать. Ну ладно, сейчас в прямом эфире, когда идет обсуждение, сложно, наверное, вопрос смотреть, но он же мог это сделать ранее. Поэтому я вот, в связи с тем, что наше правительство не умеет, не хочет пользоваться социальными сетями, не хочет разговаривать напрямую с народом, я его вот, собственно, Бертанову хочу немножко обучить. Вот, значит, что нужно делать? Нужно заранее выставить посты, чтобы люди могли адресовать вам вопросы, пусть даже вашим Tengren News. И тогда вы собираете из тысяч вопросов, наиболее часто повторяющие, наиболее злободневные, упаковываете, и эти вопросы затем начинаете озвучивать. И тогда люди понимают, да, действительно, это прямой эфир, которым он реально отвечает на те вопросы, которые кто-то задавал. А так получается одностороннее, мы не ощущаем, что эти вопросы задавались. Я сегодня думал, может мне тоже зайти, позадавать вопросы. Ну, потом я понял, что там он отключил все комментарии. В общем, вопросы придется адресовать в другом формате. И вот в связи с тем, что правительство так работает, я предлагаю формат следующий. Я собираю ваши вопросы, наиболее часто встречающиеся, и начинаю адресовать их, например, Тукаеву, или этому премьеру Мамину, или тому или иному министру. Ну, и в чем прелесть этого формата, когда выходят на пресс-конференцию, на прямой эфир министры, вы можете оценить уровень этих людей, их интеллектуальный уровень. Как они могут общаться, действительно ли они подготовлены люди. Помните, недавно у нас главный санитарный врач, такой приколист, сказал, что вот 11-16 марта наша математическая модель, и вот мы ожидаем, что наконец-то в нашу страну придет коронавирус. И его вся страна обсмеяла. Или помните, был такой министр труда, ответ был у него такой, потому что. И кличку он получил, потому что. Он теперь от этой клички не расстанется всю свою жизнь. Все будут его называть министр, потому что. Ну и вот, я думаю, что именно в таких прямых эфирах будет видно, как ведет себя человек, насколько он профессиональный, может ли он свободно отвечать на вопросы, а не как такая вот так вот раз встанет, глаза у него упертые, смотрит в экран, читает вот так вот строго. Ну и видно, что человек не владеет ситуацией, темой, что это просто действительно искусственный президент, которого просто позадили и дергают за ниточки. Вот сегодня вышел Бертанов. Я надеюсь, что мой совет на него повоздействует. И в следующий раз он будет заранее собирать вопросы. И если какие-то вопросы мы их не увидим, или они не будут сгруппированы, мы будем понимать, что он отвечает на удобные для него вопросы, которые на самом деле не отражают реальную ситуацию. Итак, давайте, уважаемые друзья, мы начнем этот формат. И всем тем, кто сомневается, что это не действует, хотел бы вам напомнить. Помните, мы этого шала вытащили, он в бункере где-то в Швейцарии спрятался, и потом вылез, когда мы начали его искать. А где шал? Где шал? Шал выскочил. Но потом выяснилось, правда, что это был монтаж, что те же самые костюмы, о котором он ходил в феврале, просто их, по сути дела, чисто техническими средствами, а сейчас существующие технологии позволяют, чуть-чуть другой цвет сделали. У него прическа та же самая, морщины те же самые, ну и пижак так же у него, и выглядит так же, как до этого был в феврале. И у Мамина то же самое. Это было смешно, конечно, когда сравниваешь все это, видишь. Поэтому мы, давайте мы сейчас будем адресовать эти вопросы напрямую. Ну, шала мы вынудили, и никуда не денется, и Хасум Жамарт выйдет, и премьер Мамин выйдет, чтобы вы понимали, кто они есть на самом деле, чтобы вы понимали, что страна управляет безумцей, не имеющей никакой квалификации, вообще ничего не понимающей, ну и, собственно, это и приведет к прозрению. Вот мы плывем на каком-то корабле, да, а сейчас вот ситуация такая очень сложная. Вы думаете, там сидят пилоты, штурманы, все классно, шикарно, они умные. Ну как, он же был замгенерального секретаря ООН. Так вы думаете. Ну как же, он был столько лет министром иностранных дел. Или вот Мамин. Ну как, он же был руководителем целой железной дороги страны. Ну она была убыточная. Ну с кем не бывает. Да, он же мэром был столицы. Наверное, он что-то соображает. Ну да, он же был министром транспорта. Он, наверное, соображает. Так вы думаете. А лучший способ в этом убедиться, так это или нет, они должны выйти на прямой эфир, на пресс-конференцию, и чтобы мы могли задавать свободно вопросы. И чтобы они не пучили глаза, не читались с мониторов, а именно открыто и прямо показали свою профессиональную подготовку. Вот, собственно, я думаю, что мы должны готовиться. Все равно в ближайший какой-то период времени мы добьемся смены этого режима. И я, как премьер-министр, вы видите, выступаю без какого-либо чтения материалов. Во всяком случае, что называется, сходу с листа отвечаю. И так должны себя вести все министры, все акимы. Они должны владеть материалом. Они же управляют своим ведомством. Они должны знать тему, а не пытаться читать с мониторов. Итак, Касунжимарт. Сегодня вообще вышло ряд заявлений. Ну, такое, знаете, через его любимый источник Тенгри Ньюс. Правительство под контролем правительства. Или, точнее, под Каримом Масимовым это находится. И вот мы читаем такое интересное заявление. Распоряжение Касунжимарта следующее. Она очень важная, на самом деле. И я поэтому этот вопрос хочу задать. Мне сегодня этот вопрос задали в Инстаграм, задали вопрос в Фейсбук, прислали мне вопросы в Телеграм. Очень много таких вопросов было. И меня спрашивают, что вы скажете по поводу введения ограничений на снятие наличных средств юридических лиц. То есть, в соответствии с указом Касунжимарта Юридических лицам Касунжимарта в банках не имеют права снимать выше определенных лимитов. Ну, там крупный бизнес 150 миллионов тенге в месяц, средний бизнес 120 и малый и средний бизнес 20 миллионов тенге. В чем суть вопроса, Касунжимарта? Послушай меня внимательно. Ну, во-первых, на основании чего президент страны выпускает такие указы? Когда есть закон о банках и банковской деятельности. Я скажу, что это закон или там указ, который ты подписал, Касунжимарта, он прямо противоречит действующему законодательству, а именно Конституции и ряду законов. Что это значит? Это, например, предприятия, юридические лица, они имеют денежные средства и их право держать в любом банке, который они считают необходимым. Банк за это оказывает услугу. Ну, предприятие платит комиссионные за снятие наличных или не платят. Это политика банка. Но это собственность этих предприятий. Никто не имеет право регулировать. Ты его на счету держишь, можешь превратить в наличный, можешь держать его в кассе у себя, в своем сейфе. Это собственность предприятия. И когда кто-то начинает регулировать объем, который можно снять, или вообще любые действия мимо законов страны, это фактически приводит к тому, что покушается на частную собственность. А частная собственность по законам нашей страны неприкосновенно. Именно поэтому очевидно, что мне задают вопрос. А что вы скажете по поводу того, что введены лимиты? Тем более национальный банк, когда подписывал тоже такое же постановление, написал, что это никак не повлияет на работу предприятия. якобы сейчас банки по факту выдают наличные клиентам в 7,5 раз больше, чем существующие лимиты. Те самые 150, 120, 120, 120, 120, 20 минут тенге. Тогда вопрос, если раньше клиенты брали в 7,5 раз больше и банки с этим справлялись, то зачем эти лимиты введены? И почему президент страны подписывает распоряжение, которое прямо противоречит как конституции, так и законов банковской деятельности и массы других законов? И вопрос следующий, а почему прокуратура молчит, которая должна надзирать над законами страны, над их исполнением? Где прокуратура? Где генеральный прокурор? Вот я первый вопрос адресую тебе, Хасмажимар. Ты изучи, пожалуйста, я понимаю, ты там книжки какие-то читаешь в карантине, но я думаю, что тебе нужно изучить и конституцию страны, частная собственность неприкосновенная, никто не имеет права регулировать. А на самом деле, уважаемые друзья, я хочу объяснить, в чем суть. Это не такой уж безобидный указ, это фактически удар по рыночной экономике, по вашей собственности и по вашим вкладам, и по их сохранности. Объясню, почему. В чем суть этих нововведений? На самом деле, любой человек, который разбирается в экономике, объяснит. Это значит, что национальный банк не хочет, чтобы в стране было наличное обращение. наличные деньги существуют наравне с безналичными. Они для этого и выпускаются. Кому удобно наличными, кому угодно безналичными. То есть, это вопрос выбора организации человека. Для чего это делается? А дело в чем, уважаемые друзья. Национальный банк искусственно пытается удержать курс национальной валюты. если у предприятия на счету безналичные деньги и предприятие хочет купить валюту, он может купить, ну, хочет купить, потому что он хочет купить за валюту импортный товар, продовольствие, одежду, что угодно. Это его право. У него по закону есть право заниматься такой предпринимательской деятельностью. Понимаете? В конце концов, это предприятие хочет сохранить целостность, целостность, сохранность этих денежных средств. Он не хочет, чтобы они девальвировались и его право купить валюту и держать просто на счету. Что сделал Национальный банк? Национальный банк ограничил возможность покупки валюты банком следующим образом. Предприятие, если хочет купить валюту, они должны доказывать, обосновывать, что да, они хотят купить импортный товар. Представьте себе, что раньше они это делали свободно, сегодня клиент приходит в банк, банк доказывает, банк что-то отсекает, потом эта заявка на покупку валюты проверяет Национальный банк и Национальный банк говорит, не, это не пойдет, отбрасывает. То есть искусственно на бирже создается ситуация, когда желающий купить за безналичные тенге валюты резко сокращается. то есть тогда ясно же, что сейчас нефтяной сектор, цены упали в 6 раз как минимум на нефть, значит валюты страны стране приходят, страну приходит мало и Национальный банк вместо того, чтобы, ну, когда клиенты хотят купить доллары, начинает свои резервы сжигать, подбрасывать эту валюту на биржу, чтобы клиенты были, имели возможность купить валюту и чтобы меньше сжигать своей валюты, Национальный банк искусственно ввел ограничения для предприятий, чтобы они как можно меньше покупали валюту, но если предприятие покупает как можно меньше валюты, значит завтра они меньше поставят товаров, одежды, продовольствия, лекарственных препаратов, а когда товаров будет мало, что будет? дефицит, во-первых, во-вторых, просто цены резко на них поднимутся, то есть этими своими действиями правительство Такаев и Национальный банк приводит к тому, что цены на товары резко возрастут и вот вам пожалуйста дикая инфляция, то есть они пытаются таким образом искусственно удержать курс национальной валюты, хотят меньше сжечь валюты, которые есть у Национального банка, а фактически это приводит к тотальным проблемам по всей стране инфляции, высокие цены на товары, вы прекрасно сейчас знаете, что товары на многие товары цены выросли, понимаете, что насколько безграмотны управления, то есть эти люди они вообще не умеют управлять рыночной экономикой страны и второй этап, почему они теперь делают запрет на снятие наличности, есть два сегмента где продается валюта, второе это биржа на открытом рынке, второе это банки покупают у клиентов, которые имеют валюту, они могут напрямую банком продать, и третье это обменники, предприятие имеет право покупать только легальную валюту, легальную валюту можно купить у обменных пунктов, но представьте себе, что обменные пункты же фактически не работают, вы же прекрасно знаете, и тогда если они будут сейчас в полной мере работать, что получится, вот это предприятие снимет деньги наличными и пойдет скупать валюту в стране в этих обменных пунктах, а таких желающих будет много, потому что национальный банк не дает возможность предприятиям купить валюту на бирже, эти предприятия снимают кэш и бегут покупать в обменных пунктах, ну тогда обменный пункт раз, поднимут курс и тенге обвалится, почему обвалится, потому что желающих купить будет больше, чем есть на самом деле самой валюты, и тогда будет полностью диссонанс, национальный банк будет показывать курс например ну там 340 условно говоря или там 440 неважно какую-то цифру а обменных курсах курс будет 600 700 800 тысячу и тогда все скажут слушайте вы врете но это так же происходит в Узбекистане и Туркмении когда параллельный курс так называемый черный рынок и получится что в реальности национальный банк будет держать один курс лживый а обменный пункт покажет реальный курс и чтобы этого не было чтобы наличная масса не давила на обменные пункты Такаев по подсказке национального банка принимает решение не выдавать эти наличные выше определенных лимитов вы понимаете для чего это делается во первых это прямое нарушение законов о частной собственности деньги это ваша собственность никто не имеет права его регулировать отбирать говорит ты безналичными или наличными это твое желание ты пришел снял наличными захотел плачешь безналичными никто не имеет права тебя регулировать по законодательству нашей страны если это сделано значит уже автоматически произошло нарушение законов и конституции страны первое второе ведение этих лимитов преследует одну единственную важную цель для действующих правительств не дать раскрыть правду о реальном курсе тенге если сейчас все рынки открыть тенге резко обвалится вы можете не удивляться что он станет 600 700 а как вы хотели если валюты практически нет если сейчас нефть продают наши добывающие компании в текущем смысле вот ежедневном режиме если не захотят продать мимо контрактов долгосрочных то они будут продавать в убыток значит они производят нефть еще доплачивает кому-то чтобы у них лишь бы забрали потому что ее негде хранить вы понимаете в чем суть это вообще глупое решение абсолютно глупое и поэтому я сейчас адресую вопрос Касунжимар Токаеву генеральному прокурору председателю национального банка премьер-министру вопрос а что вы делаете вообще на каком основании на какие нормы закона вы опираетесь генеральный прокурор скажи пожалуйста нарушают они конституцию ведь почему вы не реагируете вот первый важный вопрос потому что это решение за собой тянет другие последствия я о них позже скажу какие это приведет к тому что на самом деле вы можете не удивляться когда завтра ваши вклады правительство конфискует заморозит не выдаст вам или выдаст вам какую-нибудь бумажку что у вас на счету лежит какая-то сумма и вы ее когда-нибудь получите и вам начисляются какие-то проценты и вы получите фантики вот что значит этот указ Хасамжимар Тукаева он очень глубокий очень опасный он разрушает рыночные основы страны он разрушает конституционное право он разрушает право на неприкосновенность частной собственности вы понимаете какие системные изменения происходят в нашей стране разрушающие нормы конституции и законов далее очень интересный вопрос тоже знаете это механизм который сейчас принят он опять же разрушает основы рыночной экономики и по сути дела приводит и к инфляции к возможному голоду к разорению предприятий потери возможности динамично развиваться аграрному сектору ну пожалуйста очень вопрос который сильно волнует людей вели квоты на экспорт сельхозпродукции вот я вижу 31 марта там постановление правительства это вопрос ко всем относится и к хасмжомарту и к примеру мамину я понимаю что он там привык воровать на железной дороге и там монополий и так далее сейчас вроде как бы не он там сидит другой человек возглавляет вот кормушка там закончилась судя по всему вот не в таких масштабах скажем ну тем не менее что значит квоты на сельхозпродукции слушаетесь они говорят что в стране более 9 миллионов тонн запасов зерна и фактически из них более 6 миллионов 6,4 миллиона тонн продовольственных зерна внутренней потребность само же правительство заявляет всего лишь порядка 3 миллиона тонн потребность для животноводства тоже превышает запасы превышает необходимые для того чтобы не было проблем и тем не менее правительство обводит запрет квоту так называемые на экспорт зерна ну как это можно ограничивать наши зерновики они частные они не дураки кто сам себе будет ноги стрелять и продавать свой товар в убыток если у тебя есть покупатели на мировом рынке а сейчас они есть на аграрную продукцию в принципе и вот получается что они запрещают экспортировать более того если ты хочешь экспортировать то должен спросить получить разрешение в министерстве сельского хозяйства мы же прекрасно знаем если нашему полицейскому полицейскому дать право останавливать дать руки палочку он будет все подряд останавливать и на этом будет зарабатывать то есть получается что правительство зная что у нас зерна в избытке вводит какие-то ограничения запреты квоты и так далее наша страна был период номер один был по экспорту муки тоже ввели ограничения квоты у нас достаточно зерна в условии когда валюты в стране не хватает а зерна много это зерно можно продавать на экспорт получать валютную выручку и таким образом стабилизировать спрос на валюту министерство сельского хозяйства понятное решение правительства вводит ограничение на экспорт зерна и муки я могу сказать что когда еще премьер-министр был Карим Масимов помнится меня просили зерновики которые обслуживались у меня в банке чтобы я поговорил с Карим Масимов тут пример был ну я ему говорю Карим ты что у меня смотри клиенты они у них контракты эти контракты мы как банк финансируем приходит в страну валюта слушай ты что делаешь как ты можешь запрещать экспорт зерна который мы не знаем куда продать каждый год у нас избыток избыток 6-10 миллионов тонн в зависимости от урожайности избыток зерна что ты делаешь я ему говорю он начинает мне говорить оправдываться ну понимаешь нужно чтобы цены на зерно упали тогда цены на хлеб упадут я говорю ну если зерно будет у производителей очень дешевый сбыт то они не закроют свои кредиты они не смогут проводить работу они не смогут своим работникам получить платить нормальную адекватную заработную плату высокую ну это же мировой товар то есть мы продаем по мировым ценам и эти деньги приходят в страну они начинают покупать технику инвестировать строить современное производство люди получают более достойную заработную плату я спрашиваю Карин ты что эти вещи не понимаешь что ли и самое удивительное что он там мне ничего внятного не мог сказать ну я понимал что он не понимает да но мне казалось что это очевидно ну думаю ладно его министры бестолково не объяснили давай я ему объясню я вот с ним битый час сидел у него в кабинете я ему объяснял 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 он вроде соглашался а в итоге так и осталось потом был вынужден правда все эти ограничения снят но сейчас я так понимаю что ну это все делать для того чтобы просто рубить капусту теперь здесь не с железной дороги то со всего аграрного сектора нефтяном секторе понятно там Тимур рубит капусту зеленую а здесь вот видимо не хватает этим чиновникам с премьер-министром вот они придумали такое ограничение так вообще смешно же смотрите на что они вели ограничения на вывозе страны свекла репа капуста гречиха масло подсолнечное сахар семена подсолнечника вообще это бред бизнес сам видит ему выгодно раз продал когда хорошая цена видит что у нас в стране не хватает раз привезли и вот это такое движение все время колеблющееся вот так устроен мир рыночной страны рыночные рыночная динамичная страна вот так это работает а тут чиновники сидят так как вот раньше в советском союзе госплан давай туда то туда все и в стране у нас тотальный дефицит мыла нет того нет этого нет сахара нет но поколение которым наверное за 40 и за 50 я думаю что они помнят этот период молодежь конечно не понимает у меня дети например мой сын взрослый все время удивлялся как это туалетной бумаги у вас не было в советском союзе здесь же просто произвести как это макарон не было я не понимаю говорит как это макарон мыло не было так вон завались везде в магазинах мыло не было зубной пасты не было он не может понять и сейчас не может понять как это такое может быть а это происходит тогда когда ну страна начинает сидят чиновники сидят считают давай туда столько-то и так далее Поставим, ну и цена вопроса, они ошибаются, неправильно считают, все обваливается. Там дефицит, где-то избыток и начинается хаос. Все это в нормальном демократическом государстве, в рыночном государстве регулируют предприниматели. Они анализируют рынок, они видят, чего не хватает. Если избыток, цены падают, все, они уже туда ничего не поставляют. И вот таким образом весь мир работает, лучшего механизма никто не придумал. Теперь эти чиновники фактически своими ограничениями вводят запрет, разоряют. Вы же сами, многие из вас, наверное, видели, когда в южной части Казахстана аграрники произвели капусту и другую зелень и не могут его продать. И проблема не только в коронавирусе, проблема вообще всей действующей власти, потому что, ну я сейчас в Англии вижу, они отделились от Евросоюза, какая-то часть населения радовалась, и у них наступила ситуация, что дешевая рабочая сила, которая вот работала из Румынии, Болгарии, им въезд закрылся. Так что они теперь начали, англичане, делать? Самолетами завозят работников из Румынии, привозят их в аграрные регионы, отводят их на машинах, торжественно встречают цветы и все прочее, но у них власть так быстро реагирует. А у нас что получается? Люди засеяли огромное количество полей зеленой продукции в Южном Казахстане, выходит в интернет в сеть, и вот, собственно, а вы ведь смотрите, запрет на вывоз капусты, другой зелени, они хотят регулировать из Астаны, что должен делать каждый аграрник, так они лучше вас знают. Еще бы они, наверное, ввели приказами, что наступила весна, наступила зима и так далее. Я в свое время, когда ездил в Туркмени, я смеялся. Знаете, я приезжаю, в Туркмени большие встречаться, и мне первый вице-премьер говорит, председатель Национального банка еще, говорит, а что вы хотите обсудить? Ну, я показал 12 вопросов. Он говорит, мой совет, только один вопрос обсудите. Я говорю, это почему? Он мне говорит, понимаешь, говорит, ну, наш Туркмен Баши, он все забывает. Вот только один вопрос обсуди, реши его, потом прилетай снова, второй вопрос, и так 12 раз. Я ему говорю, слушай, у меня времени нет. Я прихожу, вот решаю, сразу раз-раз-раз вычеркнул, и пошло, поехало. Что я буду здесь каждые два дня, что ли, прилетать? Мне больше нечем заниматься, что ли? И вот представьте себе, что наши чиновники набрали себе таких полномочий, запрещают, и по всей стране то не делай, это не делай, начинают регулировать. Тогда, в связи с тем, что везде в Туркмении такая была ситуация, что все решил Туркмен Баши, я стоял на улице, смотрю, машина ездит, спрашиваю у Туркмена, а они как ездят? Он говорит, ну как они, выезжают, как обычно? Я говорю, они разрешение спросили у Туркмен Баши, чтобы утром поехать в магазин, съездить, ну не знаю, за город, ну мы все посмеялись. Но это из этой серии, это из этой серии, все это приводит к голоду, это приводит к разорению предприятий. Люди не знают, затем они производят что-либо, смогут ли они его продать. Понимаете, да, это рыночное государство, вот до чего довели, по сути, своими решениями. И вот у меня вопрос, Асмажемар, тебе кто надумил такие решения подписывать и проводить? Запретить экспорт, ввести систему квотирования, когда у нас товары в избытке, когда у нас рынок сам может отрегулировать. Дефицита не может быть в рыночном государстве, бизнес сам регулирует. Если цена дорогая, раз-раз конкуренты завезли, цена упала. Таким образом, в динамике регулируются цены. Сейчас рынок везде мировой открытый, чего-либо не хватает, мгновенно его привозят предприниматели. Зачем вы это сделали? И меня аграрники попросили этот вопрос тебе задать. Касанжемарт и Аскар, пример так называемый. Зачем вы это сделали? И почему министр сельского хозяйства не реагирует на то, что на юге Казахстана сельхозники не могут свою продукцию никуда не деть, продать, и она гниет, и никто на нее не реагирует, на их позывы. Почему? Я эти вопросы поэтому задаю министр сельскохозяйства, задаю вопросы, пример министру Мамину. Вы что это сделали, для пележки что ли? Чтобы откаты брать? Сегодня я видел, как министр сельскохозяйства выступал. Оговорка, так называемый, по Фрейду. СМС 42 тысяч тенге, как получать? И сказал откаты. Молодец, проговорился. Вы для чего все эти ограничения сделали? Чтобы откаты брать? Дальше, следующий вопрос. Следующий вопрос людей волнует, это и как в большей степени предприниматель мне этот вопрос задают. Касанжемарт обратился к банкам, сказал, ну вы там войдите в положение и дайте отсрочку на 3 месяца, не взимайте. Ну и там такая фраза угрожающая прозвучала, а если нет, то у нас есть меры другого воздействия, административный. Ну, во-первых, юридические лица, они озвучивают, что банки им по сути эту отсрочку не дают, а если дают, то на эту сумму отсрочку, значит, на срочке начисляют процент. Ну и вопрос, а откуда эти банки возьмут средства, чтобы дать отсрочку? Ну, на самом деле, мы же все прекрасно понимаем, что вкладчики приносят деньги в банк, оформляют договор депозитный и кладут на определенный срок. Теперь банк эти деньги выдает клиентам и свою маржу добавляет. Теперь, Касанжемарт, ты говоришь о банке, а давайте вы эти деньги и теперь проценты, кредиты, не требуйте со своих клиентов, дайте им отсрочку три месяца. Ну, тогда возникает ситуация, что банк взял вклад от населения, от юридических лиц и наступает срок возврата, тогда банк говорит этим клиентам, знаете, я не могу вам вернуть эти деньги, ни проценты, ни основную сумму, потому что я ваши деньги отдал этим клиентам, а потом нам, банком, Касанжемарт сказал, а вы не берите у них три месяца и не начисляйте проценты. Тогда банк должен сказать своим вкладчикам, вы знаете, я вам тоже проценты не буду начислять эти три месяца. Все скажут, как, у нас же договоры есть, ну как, он Касанжемарт сказал не начислять проценты, ну, на эту отсрочку мы и дали, еще сверху не начислять проценты, и я вам не начислю. Тогда что? Клиент скажет, ну, слушайте, у меня договор, и будет судиться, и банк разорится. То есть, тогда, я так понимаю, что очевидно, на поверхности лежит вывод, когда Касанжемарт обращался к банкам, чтобы они дали отсрочку, ну, и он фактически таким образом подвигал банки, чтобы они не вернули деньги вкладчикам, так получается. Многие наши люди думают, ну, банк, банки всегда деньги есть, ну, банк не печатает деньги. У банка деньги клиентов, как вкладчиков, юридических и физических лиц, больше других денег у него нет, ну, и собственный капитал какой-то еще, и остатки клиентов. Если он кому-то раздал, он, значит, через какое-то время по договору ориентируется, что они приходят и возвращают вкладчикам. А если эти деньги не приходят, тогда он автоматически не может вернуть вкладчикам. То есть, получается, Касанжемарт, ты своими действиями доводишь банки до банкротства. Сейчас вопрос собственности, кому они принадлежат, не имеет значения. Банки, если обанкротятся, тогда каждый со своей карточкой не сможет проводить платежи. обычный, элементарный. Не сможет в этом банке даже наличные получить. А те, кто положил свои вклады в этот банк, они просто разорятся. Вот собственно, что такое решение или просьба Касанжемарта, президента, к банкам, чтобы они отсрочили, ну, то есть, они отсрочат, но тогда не вернут вкладчикам деньги. Вот что значит. Вы понимаете, что это значит? Когда вы думаете, вот нам банк не вернул, пишите жалобы, Касанжемар, Токаев и так далее, вы всегда должны знать. А банк же, он взял деньги у вкладчиков. Ну, хорошо, он не заплатит проценты, с вас не возьмет, но тогда он не здесь не заплатит. То есть, все разорятся. Вы понимаете, да, суть вопроса? Теперь у меня люди, тем не менее, задают вопрос. А что же нам делать бизнес? Вот президент сказал отсрочку, они вроде как бы дают, кто-то дает, но они сверху проценты накручивают. Ну, если они не накрутят, значит, они на эти деньги не смогут начислить проценты своим вкладчикам. Ну, что делать, Касанжемар, с этим? Где решение? Ты знаешь? А я решение говорил, какое? Я завтра буду отвечать на вопросы ответы бизнеса, я там объясню. В принципе, я это говорил. Говорил еще, когда выходил с пакетом требованием ДВК, где подробно озвучивал, почему наши требования звучат именно таким образом. Ну, а то, что вот так прозвучало со стороны президента страны, ну, вы там войдите в положение из уст президента, который владеет всеми рычагами управления страной. У него есть регуляторы, у него есть фактически финансовые институты, на которых он влияет, есть бюджет страны, есть, в конце концов, национальный фонд, и все эти вопросы можно регулировать, инструментарий-то в руках, а ты говоришь, ой, пожалуйста, войдите в положение. Это о чем говорит? Это не просто импотент президент, не просто мебель. Он ноль в профессиональном смысле, самое печальное, что министр финансов должен был ему объяснить, что это не работает. Председатель национального банка должен был объяснить, что это не работает. Руководители назарбаевских банков должны были прийти и сказать, что это не работает, это приведет к тотальному банкротству. Тем не менее, Хасим Жамар говорит, смотрите банки. Ну и, конечно, фактически, это замыливание решения проблемы, вот как с этими 42 тысяч тенге, пока народ не начал пинать, 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 это вообще не сдвинулось. Еще много людей жалуют, что до сих пор не получили. То есть, получается, что глава государства не разработал механизм, который бы решил эту проблему, решил вопрос о срочке, решил вопрос процентов, так, чтобы банки действительно это сделали, никто не разорился, предприятия решили свои проблемы, которые сформировались в связи с развитием коронавируса. Понимаете, да? Поэтому я снова и снова задаю вопрос от имени бизнеса. Скажи, Хасим Жамар, кто и как сможет получить отсрочку по своим кредитам сроком на 3 месяца и смогут ли они банки не понести убытки и не зачислять проценты в тот период, когда произошла отсрочка. Это следующий вопрос. Теперь очень важные вопросы. Следующие. Меня задают вопрос, а будет ли конфискация вкладов юридических и физических лиц? Это вопрос не пустой. Это вопрос был именно в связи с тем, что сегодня Тукаев объявил о том, что запрещено выше определенной суммы брать из банков деньги в виде наличных средств. Запрещено. Соответственно, мне задают вопросы. А что будет с кладами? Дело в том, что ограничение на снятие денежных средств, которые противоречат, между прочим, закону, приняло руководство Тенгри-банка. По названию Тенгри-ньюз, Тенгри-банк, вы можете понимать, что это опять все люди около власти или с властью вместе. На 50 тысяч тенге. Так вот, люди мне оттуда пишут, что они не то, что 50 тысяч тенге они могут снять своих денег, 500 тенге они могут снять, 500. Ну и соответственно, вопрос. Это и Касунжамарту и председатель Национального банка. А что вы спите? Что с Тенгри-банком? Банк банкрот? Тогда почему не вводится в внешнее управление? Почему вкладчикам не объясняется, что в рамках 5 миллионов тенге гарантированного вклада они могут забрать свои денежные средства? Почему мы об этом не слышим? Почему люди не могут снять свои деньги? Почему регулятор не реагирует? Надзор финансовый. Почему мы по этому поводу никакой реакции не видим? И соответственно, конечно же, у людей возникает следующий вопрос. Очень много людей держат свои вклады в жил-устрой-сбербанке. И с прошлой недели мне идут вопросы. Я эти вопросы адресовал, между прочим. И председатель нас банка, и президенту так называемому. Что будет в жил-устрой-сбербанке? Люди мне задают вопрос. Что с нами, с нашими квартирами будет? И с учетом того, что вводятся ограничения на разные транзакции, на снятие денег. Тенгри банк 50 тысяч тенге сделал ограничение, люди не могут снять и 50, точнее и 500 тенге. Тогда возникает вопрос. Наши банки в состоянии банкротства? Почему правительство не делает заявлений? Почему регулятор ничего не говорит? Что происходит? Почему не могут люди снять деньги? А если вы такие ограничения ввели, что называется, покусились на частную собственность, введя эти ограничения на то, чтобы люди могли снимать наличные средства в банках, значит ли, что следующий шаг вы запретите людям снимать свои вклады в банках? То есть вы им выдадите какие-то ваши бумажки, по которым будут начисляться какие-то проценты и скажут, сейчас тяжело, ребята, потом вы их получите, будьте патриотами нашей страны. Значит ли это так? Ну и потом, этот вопрос я не просто так задаю, люди положили деньги в доллар в США, в валюте. И они говорят, что им обратно выдают в тенге по курсу Национального банка, рисованному курсу, по которому человек не может купить валюту. То есть если он пойдет завтра на улицу, обменники не работают, валюты нет. Получается экспроприация, то есть он положил доллары, а ему вернули в тенге. Это получается опять конфискация собственности. Где прокуратура? И как это вообще возможно в нашей стране, когда люди доверяют банков системе, доверяют Национальную банку и банкам всем, кладут валюту, а получают в обмен тенге. И почему эти наши люди не могут разместить соответственно это денежное средство в любую единицу? У нас в соответствии с законодательством на территории страны через обменные пункты могут меняться любые эквиваленты валютные доллар, евро и так далее. Почему здесь происходит нарушение закона и почему наши обменники не могут свободно торговать валютой, их закрывают и так далее под видом борьбы с коронавирусом и так далее. Вот мне эти люди вопросы задают. я адресую Хасимжомар тебе эти вопросы. Что делать людям со своими вкладами? Значит ли что банки находятся сложнейшие ситуации и вы просто таким образом искусственно сдерживаете обращение денег, не даете возможность этим деньгам свободно двигаться, менять валюты и так далее, чтобы фактически искусственно поддерживать банки на плаву и скрывать что они фактически банкроты. Почему банкроты? Потому что люди не в состоянии погасить им кредиты, предприятия в плохом состоянии, они тоже не в состоянии погасить свои кредиты, экономика не работает, продаж нет. Как они могут погасить свои кредиты? А если они не могут погасить кредиты, это значит они банки попали в сложную ситуацию, а вы это скрываете. Вот у меня задают вопрос, что будет с нашими вкладами. Будет ли конфискация этих вкладов вот как вы сейчас делаете по юридическим лицам? Ну и соответственно в развитии этого следующий вопрос Касмжимар. Всего наши банки выдали минимум 20 триллионов тенге кредитов. Из них чуть более 12, 12 по-моему триллионов это корпоративный сектор и около 7 с чем-то триллионов тенге это физические лица. Ну и вопрос возникает вполне резонный, очевидный. Если люди сидят дома, если рынок не работает, люди не получают заработную плату, малый и средний бизнес не оказывают услуги, а эти люди брали ипотечные займы, потребительские кредиты и так далее. Свыше 7 миллионов человек, 7 миллионов на 700 тысяч, они не могут погасить деньги, проценты, кредиты этим банкам. И вот мне задают вопрос, если клиенты, как юридические лица, так и физические лица, не смогут или не возвращают банкам эти деньги, значит банки попадают в ситуацию с банкротством. Если они попадают в ситуацию банкротства, значит вклады не будут возвращены, значит банки брали деньги у пенсионных фондов, а там суммы большие, по 60 миллиардов тенге, по 40 миллиардов, ну там по 100 миллиардов. Огромные суммы, триллионы размещены в банки Назарбаевские. Получается клиенты не вернут проценты и кредиты в связи с тем, что сейчас такая ситуация, банки не смогут вернуть пенсионных фондов. Получается что пенсионные вклады потеряны? Это значит вклады тоже потеряны? Ответьте на этот вопрос. Ну и сейчас еще интересный вопрос мне задают. Вот цены на нефть упали. Если в начале года было 68 долларов за баррель, то сейчас оперативно наша нефть марки Юрлс продается в убыток. За то, что это нефть, нефтедобывающая предприятие продает или кто-то покупает, нефтедобывающая предприятие должно доплачивать в долларах. Валюты стало во много раз меньше, то есть в 6-7 раз цены на нефть упали, в 6-7 раз. И наши люди задают вопрос, а почему цены на нефтепродукты стоят на уровне января? Ну я-то знаю ответ, я много раз об этом говорил, потому что рынок нефтепродуктов в нашей стране контролирует Тимур Кулебаев. И он торгует имея монополию, введя запрет на ввоз страны нефтепродуктов из России и любой другой страны, он монопольно владеет автозаправками через подставных лиц, нефтепродуктами, и только он имеет право торговать нефтепродуктами, поэтому продает цены, точнее нефтепродукты, ну просто по нереально высоким ценам не соответствующие рынку. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что наш аграрный сектор, зернопроизводитель, любой аграрный сектор, вообще любая промышленная продукция, которая производится, она же в составе затрат сидит бензин, и он получается покупает бензин дороже, чем его конкуренты в других странах, у которых вообще цены на бензин уже упали несколько раз. И вот мне задают вопрос, как так получается? Цены на нефть упали, а цена на бензин мертвую стоит, сбросили на несколько тенге для виду, и в мертвую стоит по стране. И как ты будешь на это реагировать? Почему ты не загружаешь нефтеперерабатывающие заводы, которые сейчас захлебываются, им некуда сбывать нефтепродукты? почему вы не роняете цены на нефтепродукты несколько раз и экспортируете в Россию или в другую страну? Ставьте по рынку, ставьте дешево, но это же не так, чтобы наша нефтедобывающая отрасль вообще не знала вообще куда не вдевать, а наши потребители, которые в нашей стране, они получают цены на бензин как минимум несколько раз дороже, чем должно быть, почему наши люди не могут получить реальную рыночную стоимость нефтепродуктов и как-то облегчить свою жизнь несколько раз дешевле, почему Хасамжамар, сколько ты будешь врать, рассказывать о том, что помогаешь людям, аграрному сектору, вообще не помогай, открой рынок, убери запреты и тогда цена сама по себе упадет, потому что придет российский бензин, китайский и все прочее, хотя мы в Китае нефть поставляем, они заполняют нашу страну дешевым продуктом и Тимур Кулебая будет вынужден уронить цену, сейчас вы искусственно монопольно сдерживаете и вот вопрос Хасамжамар, почему цена на нефтепродукты не падает, почему эта монополия существует, особенно в условии, когда нашим людям очень тяжело, когда все стало сейчас дорого, потому что люди потеряли работу, потеряли все последние свои сбережения, когда вы реально наведете порядок на рынке нефтепродуктов, вот такой вопрос, теперь еще тут важные вопросы, это очень такой тяжелый вопрос, если нефтедобывающие отрасли, которые около 40% и выше формировала доходы бюджета страны, а за счет этих средств выплачивались заработные платы учителям, содержались школы, деньги оплачивались врачам, учителям, строились дороги, вот представьте себе, что в реальности сейчас больше половины доходов выпадет, нефтедобывающий сектор выпадает, ее надо сейчас спасать, они продают себе в убыток, и в этой ситуации вопрос, а как вы правительство во главе со Скаром Мамином будете платить заработную плату полиции, военным, учителям, как вы будете выплачивать пенсии, если вы эти деньги просадили в банки своим предприятиям, и они не вернут пенсионные деньги, и люди не смогут получать пенсии, сейчас, если ранее вы получали какие-то ежемесячные платежи, бизнес стоит, нефтяная отрасль лежит, соответственно бюджет не поступает эти доходы, и вопрос, как вы будете эту проблему решать, но давайте мы поговорим несколько слов скажем о национальном фонде, национальный фонд по плану должен был в этом году дать 2,7 триллиона тенге, потом вы сказали, что да, у нас доходов не хватает, мы налоги на имущество бизнесу убрали, какие-то другие налоги из бизнеса тоже сняли, соответственно эти налоги в бюджет страны не будут поступать, и вы сказали, что в этой связи мы возьмем дополнительно 1,7 триллиона тенге, но приблизительно вы должны взять 10 миллиардов долларов, в национальном фонде вы объявили, что якобы 57 миллиардов долларов лежит, ну из них несколько миллиардов, минимум 3, они в бумагах государственной компании, типа самрук казана и там и так далее, но мы же понимаем, что туда если что-то упало, там пропало, это бумаги, которые лежат в виде обеспечения, вообще ничего не стоит, ну хорошо, осталось из 57 миллиардов, допустим, ну 53, 10 миллиардов наличными сняли, но мы же знаем, что национальный фонд основную часть держал в виде акций, купил за рубежом разные акции, ну азербайджанского банка, например, акции российских нефтяных предприятий, ну и других там акций других компаний за рубежом, но сейчас акции в цене обвалились, там где-то на 30%, где-то на 20%, но это полбеды, это просто акции, то есть фактически это не наличные деньги, и получается, что сейчас нужно выплачивать пенсии, заработные платы, полиции и так далее, из каких средств вы будете платить, уважаемые друзья, очень скоро наступит ситуация, когда действующее правительство не сможет выплачивать вам заработную плату, всем, кто работает в бюджетной сфере, так или иначе, зависит от налогов, которые поступают в бюджет страны, и мы понимаем, что в определенный момент наступит ситуация, когда правительство не сможет платить заработной платы полицейским и военным, кто будет охранять этот режим, мне просто интересно, нынешняя молодежь, вообще это кажется, что это из сферы фантастики, но я могу сказать, что когда я в 98 году работал министром правительства, у нас задолженность по пенсиям достигала срока более 6 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, и вот я помню, как мы сидели, заседали ночами, искали денежные средства, чтобы закрыть долги по пенсиям, по заработным платам, у меня в министерстве было самое крупное министерство в нашей стране, ну и в истории, наверное, страны, это самое крупное, там 15 министерств было слито в одно министерство, у нас в кассе лежало 40 тысяч тенге, но при этом сотрудники министерства должны были летать срочно по всей стране, решать проблемы, всегда возникали какие-то ситуации, когда работники должны были по всей стране летать и закрывать дыры, пожарная ситуация была, 40 тысяч тенге лежало, вы можете себе представить, это одной командировки одного человека, даже на гостиницу ему не хватало бы, и вот такая ситуация была, я могу вам сказать, что сейчас ситуация еще хуже, и это не фантастика, что якобы так не может быть, чтобы нам не платили заработную плату, да, очень скоро возникнет ситуация, когда они будут платить заработную плату, и мне понятно, что те люди, которые пережили 90-е годы, они мне задают вопрос, Касамжимар, почему министр финансов не докладывает в ежедневном режиме о поступлении налогов в бюджет страны, почему министр финансов, ну и собственно ты сам, или премьер-министр в конце концов, не докладывайте, что вот у нас потребность, например, в месяц 50 миллиардов тенге, а поступило 40, вот 10 миллиардов дефицит, а мы возьмем его вот там или здесь, займем, на фонде, например, раскройте нам, пожалуйста, информацию о национальном фонде, это же национальный фонд принадлежит всем гражданам страны, не Назарбаеву, по всем законам принадлежит всем гражданам, тогда раскройте национальный фонд, покажите, а сколько на самом деле там есть денежных средств, сколько, в какой форме они, и я вам точно скажу, уважаемые друзья, вы поймете, что в национальном фонде после того, как они выплатят тот так называемый трансфер в размере свыше 4 триллиона тенге, там денег не окажется, будут бумажки, которые невозможно превратить деньги, соответственно, я думаю, что правительство обязано нашим гражданам сообщить, потому что и так много вопросов, когда закончится карантин, где я буду работать, масса вопросов, и на эти вопросы я уверен, что правительство в состоянии ответить, поэтому мы ждем министра финансов или премьер-министра, который вообще ни разу не вышел, только один, единственный раз я его видел, когда шал выскочил со своего бункера, потом снова спрятался, и он там типа сидел, разговаривал с ним, произнес какую-то дежурную фразу, почему премьер-министр нам не рассказывает о реальном положении дел, не говорит, сколько денежных средств есть реально в национальном фонде, который принадлежит всему народу, и народ имеет право требовать полную отчетность и знать, где деньги, в какой форме, и вообще они реально есть или нет. ну и вопрос следующий, люди задают вопрос, а как нам платить по нашим кредитам? мы не работаем, кого-то сократили, вы нас загнали на карантин, во всем мире государство помогает оплачивать проценты, даже оплачивает 70-80%, а где и 100% заработную плату, причем на 3 месяца вперед деньги загоняют, в частных предприятиях, не государственных. Государство наше никак не помогает, и люди задают вопрос, а как мы будем обслуживать свои кредиты? Вот, Хасмжимарт, я думаю, что надо на эти вопросы ответить, как люди будут получать денежные средства, чтобы решить эти вопросы. Ну и потом я ну вижу, что Хасмжимарт, как он говорит на карантине, книжки всякие читает, там я видел, что Путь Абая читает, Айвезова, Рахунамбаева читает, еще какие-то книжки читает, ну все-таки гуманитарного характера на английском языке читает. Вопрос, Хасмжимарт, а тебе не принесли книжки по основам экономики, по рыночной экономике, как управлять страной? Мне кажется, тебе пора почитать такие книжки, притом желательно в нерабочее время, потому что президент страны всегда работает, особенно в условиях карантина. Президент страны, мы его, Трампа, видим ежедневно, по любому вопросу выходит на пресс-конференцию, пусть они короткие, но он каждый день выходит. А мы видим, что президент Токаев не появляется. Сегодня он сообщил, что через неделю, на следующей неделе он выступит. Хасмжимарт, ситуация меняется каждый день. Ты о чем будешь рассказывать? Допустим, сегодня цена нефти будет, там было 17, 18, 19, бренд, а когда ты смотришь вопросы, тебе задают вопросы, допустим, по сегодняшней ситуации. А ты выступаешь через неделю, а через неделю цена на нефть будет ноль. И тебе сегодня задают вопросы. А что делать с нашей нефтью? Закупоривать, а это очень дорого, это очень сложно. Что делать? Как выжить людям нефтедобывающей отрасли, там где-то по оценкам прямо работающих нефтяников около 200 тысяч, но реально зависимых и так далее минимум полмиллиона, минимум полмиллиона. Что им делать? И что ты будешь через неделю рассказывать отталкиваешь от цены, что якобы она стоит 20 долларов, когда она будет стоить ноль? Президент обязан каждый день выступать. Я даже премьер-министр Канады вижу каждый день, он выступает, рассказывает. Министры в Англии, премьер-министр заболел коронавирусом, по очереди каждый день выступают. Я их каждый день слушаю и знаю, что происходит в экономике Англии. Почему мы не слышим выступления ни премьер-министра, ни министра финансов? И почему Касумжимар ты каждый день не выступаешь раз в неделю? Готовишься что ли? Так это бесполезно. Пусть тебе напишут, ты каждый день просто вот хотя бы глядя вот так в экран, зачитай их, ответь на вопросы, что же делать? Ну и потом, конечно, мы знаем, что для страны Назарбаев мертв давно, и он даже не выдерживает статуса самоназванного лидера, ну и вопрос, ну так чисто, чтобы понимать, да, не для того, чтобы понять, что он жив или мертв. Мы должны знать, граждане страны, во-первых, что действительно ли он жив или мертв, первое, второе, а если он все-таки мертв, кто управляет тобой, Хасамжамар, ну кто, ты экономику не понимаешь, никаких политических решений не умеешь принимать, даже 42 тысячи тенгеней можешь раздать, не понимаешь, как это делается, по банкам ты вообще не специалист, вообще ты ни в чем не специалист, ну понятно, что там люди бумаги всякие подписывают, тебя приказывают, звонят, типа, Хасамжамар, давай вот так делай, вот сейчас у меня такой вопрос от имени наших граждан, они меня спрашивают, кто управляет Хасамжамаром, кто дергает за ниточки, мы прекрасно знаем, что за ниточки может дергать Дарига, который хочет стать президентом, и Тимур Кулебаев вместе с Каримом Масимовым, они между собой конкурируют за власть, так кто тебя за ниточки дергает, если это хромая курица Дарига, но мы видим, тогда мы поймем, куда мы катимся, если Тимур, то тоже поймем, мне кажется, пора Хасамжамарту раскрыть и сказать, что мной управляет, например, хромая курица Дарига, это одно, мы будем знать, курс вот такой-то, или скажи, что тобой управляет, управляет Тимур вместе с Каримом Масимовым, в общем, вопросов много, Хасамжамар, я думаю, что вот если ты сможешь вот на эти вопросы ответить, ну, выпусти вперед, в конце концов, своего премьер-министра, этого грабителя железной дороги, Мамины, ну, одним словом, министры должны работать, ну, и последний вопрос, Хасамжамар, люди меня спрашивают, когда завершится карантин, ну, я видел указ, в котором ты торжественно заявил, что карантин завершается 1 мая в 7 часов утра, это мы все видели, но и в стране циркулируют слухи, что карантин продлится, ну, я думаю, что это неправильно, бизнес должен планировать свою деятельность, вообще люди все должны планировать свою деятельность, у всех есть какие-то свои планы, поэтому очевидно, что сроки завершения карантина или его продления должны быть объявлены заранее, немедленно, но я еще, как минимум, пару недель назад увидел проект постановления от 10 апреля, в котором было озвучено, что карантин продлится до 15 мая, думайте, друзья, то есть, когда вам объявляли, что 16-го, например, апреля в Уральск, в Западный Казахстан будет карантин, в Кустанай, когда вокруг Алматы, Астаны там поставили броневики, танки и все прочее, они уже тогда знали, еще в апреле, 10 апреля, что карантин будет до 15 мая, это я здесь в Париже сижу, как говорится, да, как мне некоторые говорят, сидит там себе на диване, вот, и ты откуда знаешь, что происходит в стране, так вот, я сидя в Париже, знаю, видел это постановление, оно у меня есть, что карантин будет до 15 мая, как такое может быть, Хасмжамар, что человек сидит в Париже и знает, что 10 апреля вы подготовили решение об введении карантина до 15 мая, а наши граждане, которые живут в Казахстане, живут в Астане, рядом с тобой ходят и не знают, что карантин будет продлен до 15 мая, вот только сегодня прозвучало невнятное, типа, мы можем принять решение о продлении карантина, а кто тебе мешает сказать, что карантин до 15 мая, чтобы люди свои запасы разбивали, люди же многие голодают, они свои запасы раскладывают, то ли до 1 мая им разложить, а к первому числу они пойдут к родственникам еще куда-то попросят помощи или к 15 мая, тогда они затянут пояса, скажут, все, сегодня я вместо грамма буду есть полграмма, почему вы это не делаете, поэтому, Хасмжамар, я адресую такой последний вопрос, важный, когда завершится карантин, мне передали постановление, по которому следующее звучит, что карантин будет продлен до 15 мая, так это или нет. Вот, собственно, друзья, я сегодня очень много вопросов задал так называемому президенту Касмжамар Тудакаеву, задал вопросы председателя Национального банка, министру финансов и так далее, министерство хозяйства, я думаю, что мы такой формат продолжим, завтра я буду проводить эфир, я обращаюсь к бизнесу, я обращаюсь к бизнесу, чтобы вы прислали вопросы, валюты, потому что, ну, очень такой важный вопрос сейчас стоит перед нами, когда цены на нефть упали, что собирается делать правительство Касмжамар Тудакаева, нефтяная отрасль останавливается, значит, не будет валюты в нашей стране, ее во много раз будет меньше, как люди покупать будут лекарства, другие какие-то товары, которые мы покупаем за валюту, вообще, как люди будут жить, если на улицу завтра еще минимум миллион безработных выйдет, все эти вопросы адресует Касмжамар Тудакаева, мы знаем, что Назарбаев сказал и хвастался, что вот у нас нефть, мы 90 миллиардов долларов собрали, все прочее, мы их не видим, и поэтому мне люди адресуют вопрос, Касмжамар, а есть план у этого правительства, как развивать государство, когда цена на нефть будет очень низкая, при том по прогнозам минимум пару лет, при том она сократится в объеме еще, там сотни тысяч людей потеряют работу, и люди обеспокоены, у меня спрашивают, что же делать, я адресую эти вопросы сегодня Касмжамар Тукаеву, а завтра в это же время в 21 часов полматы я жду вопросы от бизнесменов, потому что мы вместе должны найти это решение, раз это правительство не находит, не знает, не озвучивает, в состоянии неопределенности наш народ не должен и не может жить. В этой связи я вчера выходил в прямой эфир и озвучил, что мы создали чат для безработных и бедных. Уважаемые друзья, в нашей стране свыше 60% по стандартам Всемирного банка люди бедные или нищие более 60% и поэтому уважаемые друзья мы конечно же будем ждать ответов на наши вопросы но если мы не возьмем свою судьбу и судьбу своей страны в наши свои руки то нас ждет катастрофа поэтому заходите в эти чаты он называется безработный и бедный это в телеграм и соответственно мы можем формулировать вопросы действующим правительству требовать объединяться когда меня спрашивает как это повлияет очень просто мы вон из норы Назарбаева вытаскиваем чтобы он ответил на наши вопросы из норы его из бункера но нас пока еще не так много объединенных в единую силу когда мы все объеднимся в этих чатах безработные бедные когда мы начнем выдвигать свои требования а более того когда завершится карантин мы будем выходить вместе на улице и требовать чтобы это правительство ушло в отставку или начало в конце концов действовать именно тогда будет результат поэтому я призываю вас к активности давайте объединяться действовать и вы очень быстро увидите результаты Аллах Азастан до новых встреч до новых встреч